Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. В студии работает Сергей Григорьев. Прямо сейчас главным событием этого дня. Вопрос времени, когда этих вечеринок будет не 3, не 5 на выходных, а 10-20. Количество заболевших коронавирусом в Красноярске неуклонно растет. Новые ограничения, призванные бороться с пандемией, уводят сферу развлечения в подполье. В начале выпуска актуальная информация об эпидемии, к которой все уже привыкли. А вот у вас продукция должна быть по такой цене. Мы говорим, ребят, ну вставайте сюда. Если вы такие умные, умеете это все управлять, пожалуйста. Российская морковь дороже зарубежных бананов. Цены на овощи в магазинах бьют рекорды. Почему так происходит и когда ситуация вернется к норме? Через 5 минут расскажет Виталий Поляков. Люди будут уезжать либо в другие компании, либо просто не будут приезжать. Красноярские предприниматели теряют прибыль из-за платных парковок на набережной Енисея. Подробности далее в выпуске. Сколько денег вам нужно, чтобы отправиться в отпуск? 1120, 150. Россияне назвали оптимальную сумму для комфортного отпуска. Многим придется год копить на то, чтобы один раз отдохнуть. Сколько денег для счастливого отдыха нужно красноярцам? Смотрите в новостях ТВК. Начинаем выпуск. Коронавирус в Красноярском крае пока не отступает. За сутки у нас в регионе выявили 417 новых случаев. Таких значений не было даже на пике второй предыдущей волны. При этом Красноярск снова лидер по количеству заразившихся. Вирус нашли у 87 человек. Растет и количество умерших. 12 жителей края погибли за последние 24 часа. В соседней Бурятии ситуация немного лучше. Сегодня власти республики отменили режим самоизоляции. Он действовал там две недели, с 27 июня. В итоге из-за того, что заболеваемость в регионе пошла на спад, режим нерабочих дней продлевать не стали. Если же говорить про ситуацию в России, то за последние сутки коронавирусом заразились больше 25 тысяч человек. Из них 5 тысяч в Москве и 2 в Санкт-Петербурге. Погибли 710 россиян. После новых коронавирусных ограничений в Красноярске стало больше подпольных вечеринок. Об этом рассказал музыкальный продюсер и диджей Роман Карпович. По его словам, уже в эту субботу подпольно работали 5 заведения. За городом провели 3 крупных закрытых мероприятия. При этом, считает Карпович, количество подобных вечеринок с каждой неделей будет только расти. Если бы власти разрешили работать ночным клубом открыто, то они могли бы хоть как-то контролировать весь процесс, говорит диджей. Например, проверять маски у персонала или измерять температуру. На опыте прошлого года эта ситуация повторяется. Но учитывая то, что люди уже знают, технологии отработаны, вопрос времени, когда этих вечеринок будет не 3, не 5 на выходных, а 10-20. Я просто констатирую факт, что помощи от государства, от краевых властей нашей отрасли не оказываются. Люди, работники заведений остались просто без денег и без средств к существованию. Напомню, сейчас в Красноярском крае действуют усиленные коронавирусные ограничения. Кафе и рестораны работают только с 7 утра и до 11 вечера. Запрет не касается обслуживания на вынос и доставки. Аквапарки и парки аттракционов обязаны полностью приостановить работу. А заполняемость зрительных залов, театрах, кино и на концертах уменьшились с 75 до 50%. Это же касается спортивных матчей, фитнес-центров и спортзалов. Если часть заведений еще держится на плаву, то для некоторых эта волна коронавируса может стать последней. На прошлой неделе о своем закрытии объявили сразу 5 баров. Из-за проблем, вызванных коронавирусом, у некоторых даже сдают нервы. В аэропорту Шереметьево мужчина открыл аварийный выход и спустил надувной трап из-за жары и давки в салоне. Столпотворения образовались 10-11 июля на стойках регистрации у пунктов пограничного контроля в Шереметьево. Они возникли из-за того, что сотрудникам аэропорта приходилось проверять ПЦР-тесты и анкеты санитарного контроля у каждого пассажира. Это само по себе занятие не быстрое, а в условиях жары и закрытого пространства иногда люди просто не выдерживали. Один из пассажиров рейса Москва-Анталия из-за духоты пошел на отчаянные меры. В тот день в Москве была 30-ти градусная жара, самолет ждал вылета больше часа, кондиционер не работал, говорят пассажиры. В итоге одна из женщин начала требовать у экипажа решить вопрос прямо сейчас. После этих слов другой пассажир подошел к левой двери самолета и открыл аварийный люк. Одна из очевидцев сняла происходящее на видео и выложила в тик-ток. Вот как это было. Открывайте двери моментально. Прямо сейчас. Я не буду ждать. У меня ребенок забегает. Я тоже не буду ждать. В итоге авиакомпания решила заменить воздушное судно. Более 500 пассажиров пересадили, а рейс задержали еще на 4 часа. Известно, что сейчас авиакомпания намерена подать в суд на пассажира, чтобы взыскать с него ущерб. Сумма будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа. Следственный комитет и прокуратура в свою очередь проводят проверки. Торговые сети обещают снизить цены на овощи до конца июля. Сейчас стоимость корнеплодов в России бьет рекорды. Морковь продают по 120 рублей за килограмм, а цена картошки доходит до 200. В том числе и из-за непогоды. Жара и паводки в некоторых регионах привели к неурожаю, а это, в свою очередь, повлияет на рост цен. Когда на прилавке вернутся дешевые овощи, сегодня выяснял мой коллега Виталий Поляков. Он сейчас с нами в студии. Виталий, когда, наконец, и как прежде, морковка будет дешевле бананов? Сережа, сейчас все зависит от нового урожая. Понятно, что морковка на наших сибирских грядках еще не выросла. Но вот на кубанских грядках урожай уже новый подходит. И торговые сети говорят, что в конце июля, начале августа, морковка свежего урожая появится на прилавках по цене ниже текущей. Но вот нынешние цены от 90 до 120-130 рублей за килограмм – это следствие дефицита овощей. В мае закончился урожай прошлого года. Обычно к началу июня на полях Кубани успевала вызреть морковь нового урожая. Но в этом году весна была холодная, лето поздним, и морковка не успела дозреть. Поэтому торговые сети вынуждены были закупать овощи за рубежом. А при нынешнем курсе рубля и доллара любые импортные продукты на прилавках входят по рекордной стоимости. Сейчас морковь дозревает, и через неделю-две ее можно будет увидеть в магазинах по цене ниже текущей. Мы ждем, прогнозируем снижение цены последняя декада июля и начала августа, поскольку Краснодарский край сейчас наращивает объемы, и мы будем закупать более объемно и по более дешевой цене у них уже этот корнеплод. Ну и похожая ситуация с картофелем. Только урожай прошлого года закончился еще в феврале. И в Красноярск везли корнеплоды даже из Египта и других стран, чтобы удовлетворить наш спрос. И цена 150-200 рублей за кило переводила обычную картошку в разряд деликатесов. Ну и вот новые урожаи сейчас начинают поступать на прилавки. В ближайшее время цены упадут. Правда, из-за того, что спрос продолжает оставаться высоким, а дефицит сохраняется, новая стоимость может не обрадовать. На сегодняшний день в Москве пучок щавеля стоит 700 рублей. В южных регионах уже вырастили молодой картофель. Его цена в рознице 60-90 рублей за килограмм. Так что не ждите никакого понижения цен. В России дешевеет только рубль и жизнь человека. А цены растут. Ну и текущие рекордные цены на корнеплоды – это также следствие высоких мировых цен на продовольствие. Российским производителям было выгодно продавать урожай за рубеж. И они продавали, и даже поставили рекорд – вывезли урожай на 31 миллиард долларов. А внутри образовался дефицит. Правительство слишком поздно ввело заградительные пошлины. Так было и с сахарной свеклой, и с подсолнечным маслом, и другими товарами. И теперь вся надежда на фермеров, на крестьян, на новый урожай. А у них свои беды. Комбайны зарубежные подорожали, топливо подорожало, стройматериалы бьют рекорды. Дешевая рабочая сила в виде гастарбайтеров в пандемию оказалась недоступна. Мы, с одной стороны, вроде как бы из-за жителей, и с другой стороны, с сельского хозяйства, с растеневодства, с животноводства. Говорим, вы цены не поднимайте. Мы говорим, подождите. То есть мы находимся в реальной рыночной ситуации, в реальной. У нас проценты по кредиту не как в Японии один. У нас проценты на сегодня и 11, и 14. И субсидируются они не полностью. Так что там 5-7 еще банку остается. Это с одной стороны. Нехватка рабочей сил. У нас сейчас эмигрантов очень мало. Космической стоимости на сегодня техника. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит, а вот у вас продукция должна быть по такой цене. Мы говорим, ребят, ну вставайте сюда. Если вы такие умные, умеете это все управлять, пожалуйста. Ну, за новый урожай еще нужно побороться. И не факт, что он будет таким же хорошим, как все последние годы. Из-за холодной весны и засушливого, извините, июня в центральных регионах по Волжии, на Урале уже говорят о проблемах. Наши красноярские аграрии пока прогноз на урожай не дают. Еще слишком рано. Ну, а вот депутат Государственной Думы Сергей Нотаров считает, что дефицит и высокие цены на овощи – это все-таки недоработка региональных наших властей. У нас сегодня прекрасные урожаи по пшенице, по другим продовольственным вещам. Почему мы не можем сегодня увеличить и сделать дотации для того, чтобы предприниматели, фермеры пошли и развивали увеличение объемов по моркови, свеклы и картофель? Да можем, конечно, это сделать, но мы это же не сделали. Поэтому, мне кажется, сегодня в первую очередь нужно в субъекте федерации разобраться все, что касается продовольственной безопасности. Ну, остается надеяться, что власти сделают выводы. Таких скачков цен больше не будет. Хотя, конечно же, в России все понимают, что обеспечить свою продовольственную безопасность можно самым простым способом – своими шестью сотками, своим огородом. Так было и в советское время, и в 90-х. И сейчас мало что изменилось. Сережа, на этом у меня все. Большое спасибо. Это был Виталий Поляков, который рассказал о том, почему так подорожали овощи и ждать ли нам понижения цен. А подробнее о том, как засуха и паводки повлияют на цены, на продукты и подорожание, каких товаров нам ожидать в ближайшее время, мы поговорим в программе «После новостей». Гость Ольги Тепляшиной сегодня – маркетолог, эксперт по розничной торговле Дмитрий Полуянов. Смотрите сразу после выпуска новостей примерно в 20.45. Судя по всему, жара пока отступать не собирается. Рабочая неделя в Красноярске будет знойной. В будние дни температура воздуха прогреется до 30 градусов. А вот на выходных будет немного прохладней. Синоптики обещают небольшой дождь и 24 градуса тепла. Подробный прогноз погоды на ближайшие 7 дней расскажет Игорь Шишкин. Всю прошлую неделю красноярцы спасались от жары под кондиционерами. А тем, кому повезло больше и кто не работал, уезжали за город. Все окрестные пляжи водоема Красноярска были забиты людьми. Правда, не обошлось и безгроз. Однако на этой неделе синоптики сильных дождей не обещают. А летнее солнце продолжит радовать горожан, особенно в первую половину недели. Сегодня днем в городе было ясно, столбики термометров показывали 27 градусов тепла. Ночью синоптики обещают плюс 14 градусов. Завтра, во вторник, 13 июля, днем до плюс 28 градусов облачно и небольшой дождь. Ночью плюс 16 и без осадков. В среду, 14 июля, будет по-настоящему жарко, до плюс 30 градусов. Дождя в этот день не обещают. Ночью 17 градусов тепла. Жара продержится и 15 июля, плюс 29 градусов днем и 15 градусов ночью, без осадков. А вот к концу недели температура постепенно начнет снижаться. Уже в пятницу, по прогнозу синоптиков, днем плюс 25 градусов и облачно, ночью плюс 14 и небольшой дождь. В субботу будет не так жарко, как хотелось бы. Днем плюс 23 градуса и небольшой дождь. Ночью синоптики также обещают кратковременный дождь и плюс 11 градусов. В воскресенье погода будет приятнее, днем плюс 24 градуса и дождя не обещают. Поэтому можно смело идти гулять на свежем воздухе всей семьей. К счастью, температура будет комфортной для прогулок. Также добавлю, что погода на этой неделе будет почти безветренная. Синоптики обещают ветер всего 1-2 метра в секунду. Поэтому будем надеяться, что это не станет причиной для введения очередного режима неблагоприятных метеоусловий. Ну и всех, кто планирует отправиться отдыхать на водоемы на этой неделе, призываем быть внимательнее. Только за прошлую неделю в Красноярском крае утонуло 4 ребенка. МЧС просит соблюдать красноярцев правила безопасного поведения на воде, не отпускать детей купаться без присмотра, купаться только в предназначенных местах и не злоупотреблять алкоголем. Игорь Шишкин, Николай Чистяков, Новости ТВК. Сейчас мы прервемся на короткий анонс. Рекламу телефон редакции 200-0065. Оставайтесь с нами. Торговые точки на набережной Енисея перестали приносить прибыль из-за появления рядом платной парковки. На что пойдут бизнесмены, чтобы вернуть клиентов, разбиралась Полина Михальчук. Силам Росгвардии дали расширенные полномочия. Теперь бойцы смогут отцеплять не только жилые здания, но и любые акватории, если увидят угрозу. Подробности через 5 минут. Вы смотрите Новости ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. Красноярские предприниматели против платной парковки на речном вокзале. Сейчас на территории возле галереи Енисей работают более 10 точек торговли. Доступ к ним преграждает шлагбаум. И каждая из них рискует потерять клиентов и закрыться. Бизнесмены написали открытое письмо в общественную палату Красноярска с просьбой разобраться. Что именно не устраивает предпринимателей, выясняла моя коллега Полина Михальчук. Один прекрасный день я приезжаю на работу. При подъезде я смотрю, рабочие начинают что-то копать, монтировать и прокладывать. Я не знаю, ту же самую электрику. И автоматически буквально в неделе начинаются какие-то ремонтные работы. Вот так началось утро Дмитрия около месяца назад. Ни оповещений, ни звонков. Сразу монтажные работы парковки на Дубровинского. А совсем рядом у предпринимателя работа он управляющий в агентстве недвижимости. К слову, в этом же месте около галереи Енисей находится еще порядка десяти частных организаций. И всех их поставили перед фактом. Платная парковка будет. Только бизнесменов такой расклад не устраивает. Они считают, если красноярцам придется платить за стоянку, то большинство организаций просто потеряют клиентов. А тем же самым автомойкам и шиномонтажкам придется закрыться полностью. Самое главное, да, необходимо, так как мы предприниматели, да, оказываем риэлторовскую деятельность, необходим доступ к нашему помещению 24 часа на 7. Тем самым, когда установится шлагбаум, да, автоматически не могут попасть сюда и потенциальные, и покупатели, и продавцы, и просто. И также получаются коллеги нашей компании. Люди будут уезжать либо в другие компании, либо просто не будут приезжать. Открытое письмо в общественную палату города подписали 10 предпринимателей. Все они просят одного – не ставить шлагбаум на речном вокзале. Бизнесмены уверены, если их не услышат, малый бизнес здесь может просто умереть. В самой общественной палате рассказали, что сам проект неплохой, но прежде чем его запускать, нужно было посоветоваться с красноярцами, говорит Александр Шестаков. Проект этот платных парковок, безусловно, городу нужен. Но с проработкой, конечно, я думаю, что есть проблемы. С каждым отдельно взятым объектом, вот той же площадью, нужно более детально разбираться и опять же работать с малым бизнесом, с предпринимателями, чтобы им в ущерб это не было. Вот это все дело благое, но могут пострадать просто бизнесмены. Для города это не первая попытка сделать парковки в центре платными. Паркоматы появились у нас 6 лет назад, однако проект практически сразу провалился. Водители за стоянку не платили, а в мэрии не могли поймать нарушителей и выписывать такое количество штрафов. К слову, в некоторых местах Красноярска до сих пор стоят старые паркоматы. Но время шло, и администрация эту идею не отбросила. Так уже в 2020 году вновь заговорили про платные стоянки. За это взялся новый оператор Красгорпарк. Там нам пояснили, что парковки в центре города делают в первую очередь для отдыхающих жителей и гостей. Территория, которая будет использоваться по стоянку, предназначена для того, чтобы люди могли планировать свой досуг и заблаговременно планировать свое движение в центральную часть города, к таким знаковым местам, как центральная набережная, площадь мира и прочие сперы парки. И нам в первую очередь нужно эту категорию рассматривать, а не использовать стоянку для офисных работников центральной части города. Александр Митрошкин также добавил, что вопрос с бизнесменами стараются уладить. Учреждение сделает им бесплатные пропуска на стоянку. Однако оптимизм Красгорпарка не разделяют краевые депутаты. Некоторые из них считают, что решить проблему с нехваткой мест в центре помогут лишь многоуровневые парковки. Я думаю, что действия администрации, которые сейчас отдельные участки, которые можно перекрыть шлагбаумом, сделала платными, это все никакого отношения не имеет к решению проблемы нехватки парковочных мест в центре. Потому что проблема может быть решена только одним способом – это строительство многоуровневых, подземных, надземных парковок. Правда, пока количество платных парковок только растет. Во владении Красгорпарка уже шесть участков. Это территория возле речного вокзала, на Театральной площади, в районе Левобережной набережной, у БКЗ, возле сквера 400-летия Красноярска и на площади Революции. Если у автовладельцев есть хоть какие-то варианты платить за место или пересаживаться на общественный транспорт, то у бизнеса выход, похоже, только один – закрываться. Полина Михальчук, Сергей Токарев, Новости ТВК. Сейчас к другим новостям, к оперативной сводке. Нетрезвый водитель сбил коляску с ребенком и врезался в ларек на остановке. ДТП произошло на улице Щерса. Мужчина на «Шевроле» не справился с управлением и съехал на тротуар. Там в этот момент стояла семья с ребенком. Машина сбила коляску, в которой находилась четырехмесячная малышка. Затем автомобиль врезался в киоск с мороженым. Пострадали ребенок и 26-летняя продавщица. Их доставили в больницу. Девушке госпитализация не потребовалась. А малышка находится в тяжелом состоянии. Водитель прошел медицинское освидетельствование. Оказалось, что он не трезв. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Склад с десятью тоннами нефрита нашли в поселке Устьмана под Красноярском. Там неизвестные прятали огромное количество ценной каменной породы. Правда, правоохранители пока нашли только тайник с нефритом. А его хозяев нет. Как сообщают в полиции, все произошло еще в конце января. Камень складировали на территории одного из участков в поселке. В дальнейшем, по данным стражей порядка, его хотели продать. Находку изъяли и экспертиза показала, что в каменной породе содержится около двух тонн чистого нефрита. Стоит минерал более четырех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело злоумышленникам. Грозит до четырех лет тюрьмы. Лиц, причастных к преступлению, еще устанавливают. Уровень воды в Енисее за сутки поднялся почти на 20 сантиметров. Сейчас он находится на отметке в 317,5 сантиметров, что ниже критической на 73 пункта. Сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 4260 кубометров в секунду. Сейчас там открыт всего один затвор. Уровень воды практически пришел в норму, и левобережная набережная уже выглядит как раньше. Все малые архитектурные формы, перила, лавочки и деревянные настилы очищены от ила и водорослей. Однако специалисты продолжают работу. Им еще нужно отремонтировать провалившийся асфальт и восстановить освещение на Ерыгинской набережной. На сегодняшний день подтопленными до сих пор остаются острова Пионерский, Козий, Посадный, Остров Отдыха и Татышев, а также придомовые территории на улице Лесная. Всемирный фонд дикой природы показал спутниковые снимки из загрязненных рек в Красноярском крае. На фотографиях указаны мутные участки рек Сесим, Сейба и Малая Сейба в Курагинском районе, а также обозначены места загрязнения реки Сесим в Балахтинском районе. Накануне эксперты фонда назвали сибирские регионы самым большим количеством рек, которые пострадали от деятельности золотоискателей. Красноярский край стал лидером антирейтинга. С мая по июнь экологи зафиксировали в нашем регионе 14 случаев загрязнения общей протяженностью 816 километров. На втором месте республика Тыва – 6 случаев. Далее следует Кемеровская область и Хакасия. В каждом из регионов зафиксировано по 5 случаев. Напомню, осенью 2019 года в Курагинском районе 20 человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба около места добычи золота. Власти края тогда заявили, что дамба была возведена с нарушениями и была не зарегистрирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Три человека задержаны, в том числе директор компании, которая владела сооружением. В настоящий момент следствие продолжается. В Красноярском отделении партии «Зелёные» провели общее собрание, где определили и утвердили список кандидатов на осенние выборы. О планах «Зелёных» и их команде в сюжете далее. В кулуарах партии обсуждение решения проблем экологии, бизнеса и медицины. Но главное, на собрание «Зелёных» решается судьба кандидатов, кто пойдёт от партии на предстоящие выборы в краевой парламент. Так Михаил Требин, врач высшей категории и куратор здравоохранения партии, представляет Кировскую региональную группу. Прежде всего мы хотим сделать такие законы, чтобы любому предприятию, любому олигарху, который работает на территории нашего края, было выгоднее поставить современные очистные сооружения, а не платить гигантские штрафы. Вот это задача номер один лично меня как человека. В составе «Зелёных» журналисты, врачи, общественники, экологи и даже стилисты. Так, например, российский имиджмейкер Сергей Зверев много лет уделяет внимание экологии, в частности, защите Байкала. Партия «Зелёный» выдвигает Зверева к кандидатам от Бурятии, где он родился. Помимо проблем сохранения Байкала, стилист беспокоится за здоровье жителей Кызыла, Абакана и Минусинска, где в отопительный сезон люди задыхаются от угольной пыли. Сергей готов поднять эту тему на федеральный уровень. А вот космонавта Сергея Ревина интересуют немного другие проблемы с ЖКХ в России. Почему люди, которые создают и запускают в космос ракеты, которые создают космические аппараты, драгоценнейшие умы должны платить квартпату в два раза больше? Почему тепло и холодная и горячая вода стоит в два раза больше? Это удивительно. Лидер «Красноярских зелёных» Сергей Шахматов намерен идти к людям с вопросами экологических проблем, в частности, состояние атмосферного воздуха в Красноярске. Основные темы – это решение экологических проблем не только в Красноярске, но и в наших малых и средних городах Красноярского окрая. Первый вопрос, конечно, в первую очередь связан с качеством атмосферного воздуха и окружающей среды. И комфортного пребывания жителей в своих селитебных зонах, в своих местах проживания. Напомню, осенние выборы в краевой парламент и Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Росгвардия теперь сможет ограничивать передвижение не только на суше, но и на воде. В силу вступили поправки в закон о Национальной гвардии. Они позволяют бойцам отцепить акваторию охраняемых объектов и блокировать попытки незаконного проникновения. В пояснительной записке к закону сказано, что под охраной Росгвардии сейчас находятся важные стратегические объекты, такие как Крымский мост, Керченский пролив и ранее служба не могла эффективно их контролировать. Украина уже осудила новый закон. Власти страны считают, что Россия таким образом пытается превратить Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие действия угрожают нацбезопасности Украины, сообщает сайт Министерства иностранных дел этой республики. Социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для комфортного отпуска. ТВК проверили, совпадают ли желания и аппетиты красноярцев с запросами среднестатистических россиян. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-0065, и мы продолжаем выпуск. Больше 100 тысяч рублей необходимо россиянам для хорошего отпуска. Об этом говорят данные опроса сервиса Веббанкир. Почти половина опрошенных, 47%, ответили, что для полноценного недельного отпуска с семьей им необходимо больше 100 тысяч рублей. При этом около трети россиян считают, что для хорошего отпуска нужно иметь в распоряжении как минимум 150 тысяч рублей. 29% оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. И лишь около 13% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч. Кроме того, говорят эксперты, больше половины россиян заявили о готовности взять кредит или заим, чтобы ни в чем себе не отказывать на отдыхе. Сегодня мы спросили у красноярцев, сколько денег им нужно для полноценного отпуска. Вот какие ответы мы получили. Сколько денег вам нужно для того, чтобы отправиться в отпуск? Насмотря куда отправиться. Можно очень бюджетно отдохнуть здесь, в крае, в палатках и получить массу удовольствия. Можно за границу улететь. Если в Красноярском крае, то во сколько вы оцените стоимость? Ну вот мы сейчас на Белё поедем, я думаю, что 1030 уложимся четвером. То есть с тремя детьми, я и трое детей. Что входит в эту сумму? Домик, еда, ну конечно аттракционы, если будет что-то подобное, это отдельной суммой нужно рассматривать. Мне бы отпуск получили, не на что я. Ну, знаю, тысяч пятьдесят. Пятьдесят на одного. Что входит в эту сумму? Ну, съездить куда-нибудь. Хотя бы на озера Красноярского края. Тысяча сто двадцать, сто пятьдесят. Куда на эти деньги можно отправиться? В Крым, можно в Красноярск. У вас, кстати, прекрасный город. Мы из Сибири, Сомска. Мы приехали сюда в отпуск. Красноярск, Кемерово. Прям очень, он нам очень понравился. Сколько денег потратили в отпуске в Красноярске? Тысяч сто уже потратили. Что входит в эту сумму? Развлечения, еда вкусная. Что еще? Туризм, прогулки. Туризм, да. Прогулки. Дивногорск очень понравился. Тысяч пятьсот. Куда такая сумма? Куда-нибудь за границей. Сложно сказать. Как отдыхаешь, ты же стараешься себе ни в чем не ограничивать, чтобы отдохнуть на полную. Потому что это случается редко, когда мы имеем возможность выехать за границу. И хочется, чтобы это было полноценно. Тысяч сто пятьдесят, наверное, чтобы ни в чем себе не отказывать. Что входит в эту сумму? Ежедневный отдых. То есть с детьми, чтобы детям ни в чем не отказывали. На парашюте полетать, на банане поплавать. Ну, мороженое и тому подобное. Ну, мне в данный момент хватит, не знаю. Ну, тысяч шестьдесят, наверное, все-таки. Это на одного? Нет, на двоих, наверное. Ну, для обычного отдыха. Ну, мне двадцать лет, и в двадцать лет нормально мне будет достаточно. Ну, тысяч двести, двести пятьдесят, я думаю, так. На скольки человек? На двоих. Что входит в эту сумму? Перелет, проживание, ну, если брать путевки, ну, и какие-то экскурсии, плюс питание. Куда на эту сумму можно было бы сейчас отправиться? Думаю, можно было бы неплохо отдохнуть в Турции, ну, или по каким-то минимальным расчетам где-то в Сочи у нас. Продолжаем тему статистики и соцопросов. Россия оказалась на предпоследнем месте в мире по уровню оптимизма бизнеса. Такие данные приводит международная аудиторская сеть Grand Thornton. Только 28% опрошенных руководителей компаний с оптимизмом смотрят на перспективы отечественной экономики. Хуже настроены только японцы. Там показатель 17%. Среди факторов, которые, по мнению респондентов, могут помешать росту экономической активности в России, антиковидное ограничение, трудности с поиском подходящих работников, инфляционное давление и задержки со стороны поставщиков. Зато наша страна лидирует по доле предпринимателей, которые нейтрально относятся к перспективам экономики. 41% не ждет ни плохих, ни хороших изменений. До пандемии в 2019 году доля российских бизнесменов-оптимистов превышала 35%. Политические партии начали подбор кандидатов для участия в парламент края. Достаточно молодая партия «Новые люди» определила и своих участников. Как говорят ее лидеры, акцент сделали на новых лицах. Это эко-активисты, члены общественной палаты, социологи и успешные менеджеры. Подробности расскажет Дмитрий Шхузин. Тут же можно вместо Ивана было поставить любого человека, а вместо новых людей подставить любую другую политическую партию. И все будут говорить, я знаю все проблемы, я все проблемы решу. Медиаменеджер Денис Терехов упорно раздает советы своим однопартийцам. На острове Татышев «Новые люди» собрались, чтобы обсудить свою политическую программу и то, как они будут защищать интересы края после сентябрьских выборов. Денис Терехов для края человек совсем не иноземный. Много лет мужчина работал и жил на севере. А теперь стала лидером списка кандидатов от регионов в Госдуму. Вот та оторванность, которая сейчас существует регионов от центра, она должна перестать быть. И я думаю, что это как раз то, что может сделать законодательная власть. Самый простый изменимологовый кодекс позволит действительно не на словах вернуть регионам самостоятельность. И я уверен, это первое, чем мы займемся прямо 20 сентября. Штурмовать партия собралась и Краевой парламент. Как говорят ее лидеры, акцент сделали на новых лицах – экоактивисты, члены общественной палаты, социологи и успешные менеджеры. В обычное время, в обычной жизни мы с вами занимаемся политикой. Что такое политика? Политика – это грамотное управление ресурсами, а мы все с вами так или иначе ресурсами какими-то распоряжаемся. И даже в тот момент, когда случаются выборы, и люди не приходят голосовать или приходят, они так или иначе делают свой выбор. В этом плане не прийти – это тоже выбор. Только сделанный уже в пользу таких определенных сил. Однако есть в партии люди, которые знакомы красноярцам. Иван Коростелев ранее возглавлял школьный комбинат питания. После его банкротства Коростелев, по его словам, пытался реанимировать систему. Но сделать это без масштабных изменений в законах невозможно. Я считаю, что отравление в системе школьного питания города не случайно, а закономерно. Потому что в той системе, которая пришла на смену школьному комбинату питания, по-другому и быть не может. На самом деле нужно было бы сохранить то, что у нас было хорошего от школьного комбината с модернизацией в сторону частного бизнеса. То есть решить вопрос по-новому. Удастся ли изменить систему, мы сможем увидеть после сентябрьских выборов в Госдуму и Краевой парламент. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Виктория Столярова, Дмитрий Ишхузин, Сергей Кашин. Новости ТВК. Правительство компенсирует банковские комиссии малому и среднему бизнесу. А в Красноярске появилась еще одна дополнительная электричка. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Правительство выделило 500 миллионов рублей на выплаты представителям малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в результате экономического форума в Санкт-Петербурге президент дал ряд поручений, среди которых полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые они уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданам с использованием системы быстрых платежей. Эти средства, по словам премьера, позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису. В Красноярске появилась еще одна дополнительная прямая электричка. Теперь горожанам не придется делать пересадку на станции «Красноярск». Курсировать она будет ежедневно, кроме выходных. Маршрут электрички – Базаиха, Красноярск, Зеледеево. Кроме того, в расписании добавлена электричка «Красноярск-Базаиха». Этой электричкой горожане смогут воспользоваться также, только в будние дни. Уточнить расписание можно на официальном сайте компании «Краспригород». В Красноярском крае отстрелят каждого десятого медведя. Опубликован проект указа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в сезоне 2021-2022 года. Согласно указу, квоты на отстрел бурых медведей за два года вырастут вдвое. Если с начала нулевых до 2021 года охотникам разрешалось убить 1942 медведя, то до 1 августа 2022 года квоту собираются выдать на 3145 хищников. По данным зимнего маршрутного учета, в крае обитает 30232 бурых медведя. Таким образом, отстрелить разрешат почти каждого десятого медведя. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на ТВК во всех социальных сетях. А далее эфир продолжит программа «После новостей». Субтитры создавал DimaTorzok